Видите, идёт очень похожие мысли. Разговор на земле. Разговор между людьми. Тайна страданий и поведения праведника. Разговор на земле. Вот кто хорошо помнит книгу Иова? Что там за разговор на земле был? Между кем, да? Вот разговор на земле с кем был? Да, это второй путь, разговор между людьми. А, вообще. Это был разговор Иова с самим собой, прежде всего. Вы согласны? Это был разговор с самим собой. И разговор с Богом и у Иова. И причём так неожиданно он переходил, тут молитва, тут он сам себе говорит. Потом он опять внутренний мир смотрит. То есть это идёт вот такой поиск, я назову. Это поиск. Поиск и бунт. Помните, мы говорили, разговор на небе был связан с бунтом. Разговор на земле связан с бунтом. Разговор между людьми. Вроде бы внешне рассматривают теологические вопросы. Просто философские позиции стараются каждый представить. И идёт спор, у кого позиция и концепция более основательная. Или тут что-то намного больше. Как вы думаете? Если мы уже с вами знаем, да, то, что касается, например, первой части, то разговор между людьми обсуждают что? Происходящее, произошедшее на земле, да? Это идёт обсуждение. Это идёт перемалывание косточек. Люди изучают проблему. Они изучают, и каждый говорит свою концепцию, свою теорию. Но больше нас интересует, что в этой части, я говорю, тайна страдания. Как вы думаете, какая здесь тайна страдания открывается? Вот в этой части. Кто-то немножечко читал эту книгу. Ну, попробуйте вспомнить. Да, в духовной, да, это психологическая книга. Всё же, чего касается. Неизвестно, если Бог не откроет. В этом-то и смысл. Если Бог не откроет, то не говорите. Что это или за грехи, или для славы, или ещё ничего. Если вы не знаете, то не говорите. Поведение праведника. В чём заключается поведение праведника здесь? Что в конце концов он, хоть и бунтует, но что? То, смиряясь, он действительно остаётся праведником. Ну, а теперь более глубже. Разговор на земле касается вопроса сердца. Помните, что мы рассматривали сердце? Внутреннее. Это внутренняя часть. Это не просто внешнее. Разговор между людьми. Это касается не просто концепции. Это вопрос сердец. Что в каждом сердце находится? Тайна страдания – это тайна сердца. И поведение праведника – это тайна сердца. Вот почему эта психологическая книга, как мы говорили, душепопечительская книга. Потому что мы можем говорить о чём-то, но мы должны обязательно учитывать, что касается сердца. Например, когда я провожу душепопечительскую работу, я не просто разговариваю с людьми. Я стараюсь войти в мир этих людей. И, по сути дела, разговор на земле – это мир тех людей, куда Бог хочет войти и интересуется. Как же Ио будет говорить? Как друзья Ио будут говорить? То есть, как будут вести себя Его дети? Очень важно войти в мир. В мир, где не просто говорят, «А где сердца?» «Где от сердца говорят?» «Не просто люди, а где сердца говорят?» Ведь от избытка сердца исходит всё. И мы можем с вами проследить, что каждого из нас – это мир, не просто то, что мы себе сформировали. Ну, например, если мы войдём в такую электронную программу или сеть «Мой мир», почему мы делаем кладки туда любимых песен, или точнее тех песен, которые нам нравятся? Почему именно эта песня? Почему вот такие вот клипы там? Почему там такие фотографии? Почему? Почему мы одних пускаем в общение, а других закрываются, хотя они стараются стучаться в эти окна общения? Почему? Мы задумывались об этом? Когда я невольно попадаю на чью-то страничку, я вижу его мир. И я могу уже прочитать, что он собой представляет. Частично уже понимаю его, чем он живёт. Мы формируем вокруг себя тот мир, который мы хотим, чтобы он нас окружал. И мы обязательно его сформируем, и каждый человек формирует свой мир. И он живёт в этом мире, и каждый человек, мы говорили, он одинок, но он не одинок в своём мире. Он создаёт своего Бога. Он создаёт свою церковь, если он верующий человек, грубо выражаясь. Грубо выражаясь, то есть он говорит, что-то верит. Он создаёт свои отношения, он создаёт всё своё. В какой-то степени он творец, только с отрицательной позиции. Он создаёт свою страничку, только уже не на сайте, и не в сети, а он создаёт её жизнь. Поэтому это его зеркало. Это его зеркало. И вот этот разговор на земле, это вот тот мир, мир сердец. когда мы говорим с вами о разговоре между людьми, за словами скрываются глубокие истины. И есть люди двух категорий, которые всё говорят, и есть те, которые не всё говорят, или ничего не говорят. в зависимости от той боли, которую они имеют в своём сердце. В зависимости от того характера, который сформировали они в отношении с другими людьми. Но, когда начинаешь с человеком общаться, нужно дать ему выговориться. Тогда ты ему поможешь. Поэтому, когда мы говорим о разговоре с людьми, и рассматриваем книгу Ива, вторую часть, именно мы посмотрим её как в стороны психологической части, да, то есть нет, душа-попечительской части, то мы обращаем внимание на то, что все выговорились. Выговорились друзья. Хотя было три круга. Три круга дискуссий. И потом выговорился Ио. Конечно, один не выговорился. Молодой человек по имени Ио. Он не выговорился. Ему не дали. Ну, я думаю, потому что он ещё до подросткового возраста не дает дать ему. Он только ещё дитё, которому надо заткнуть год. Да, ему как маленькому ребёнку, который хотел сказать, что он взрослый, потому что он одел туфли папы, это не значит, что он имел право на сказанное. Поэтому немножко послушали его, потом Бог, чтоб и прерывал эту речь. Не тактично кажется, но иногда детям нужно проявлять им такую твёрдость и строгость. Например, когда вы читаете послание к Титу, то увидите, что Павел говорит своему соработнику, я тебя здесь оставляю, тут одни брюканы собрались, они такие ленивые до предела, они такие, что устами одно говорят, а делами отрекаются, поэтому ты их учишь. А во второй затыкает ты. Правда, они будут кричать, и будут всё хватать, и такое будет творить, что тебе будет страшно, но ты не переживай. В конце концов, они успокоят. Прояви власть. Хороший пример, друзья. Я помню, мне довелось быть воспитателем в лагере, где были собраны дети из интерната. и у меня был один такой вот, вот такой бунтующий неподросток, вот такой дитёк. И однажды, при всех он на меня бросился со шваброй, я его спокойно завалил, и держал его руки, он сопротивлялся, кричал, а тут собрались много людей, воспитателей, ребята, они смотрят, и никто ничего не слышит. Чем же всё закончится? Пока весь он успокоился. Я его держал распятым, я лежал на нём. Такая картинка была. Поэтому иногда такое нужно делать. Но не подростку. Нет, не подростку. Потому что подросток может не выдержать случайно зацепить своего воспитателя. И тот улетит далеко-далеко. Даже подросток не поймёт, а куда он делся это? Да, тайна страданий. Это страдания сердца. Только человек знает сам себе, почему он страдает. Он знает это на интуитивном уровне, но не хочет соглашаться. Вот что самое печальное. И задача душопопечителя заключается в том, чтобы он поверил в то, что он знает. Я рассказывал вам вчера о человеке, который проходит очень тяжёлое время. Его начал одолевать рак. У него четвёртая стадия. Вот он мне сегодня после долгих дней молчания позвонил. И он мне рассказал, что ему стало легче. И мы с ним общались. И я не затрагивал тему страданий с ним. Я ему не сказал, слушай, а ты знаешь, почему тебе стало легче? Правда, я ему рассказал, что в тот день, когда ему был самый критический момент, он с этим согласился, как раз это было то время, я не мог спать, и я целую ночь молился. И особенно за него под утро. А потом пришло такое состояние, или он умер уже, или пошло на улучшение. Я не знал. И вот он мне позвонил, сказал, что стало лучшее. Всё, процесс как оздоровление пошёл. Но я с ним не затронул эту тему. Слушай, для того, чтобы процесс оздоровления пошёл, тебе нужно от этого и от этого отказаться. Я знаю, что... его волнует ещё. Я знаю, почему он мне позвонил. И поэтому только сам человек знает. Но он не хочет с этим согласаться. Вот в этом проблема. Поэтому тайное страдание это не обговаривается при внешнем. Хотя здесь обговаривается. И в этом-то и глупость. Иногда подростки говорят о том, что они понимают. Но они такие учёные. И послушают, «Да, вроде бы грамотно, да. А там всё пусто. Там ничего нету. Там нету». Возьмите, войдите на сайте там, где идёт переписка. Бросается какая-то тема, начинается обговаривание. Вроде бы, «Ух, здорово! Почитаешь интерес». А потом посмотри глубже. А там пусто. Они ещё не знают. Да, они глупые. Потому что они думают, что знают. А в самом деле не знают. Поведение праведника. Поведение праведника начинается с мотива сердца. Не почему, тогда проблема будет. Не выдержишь, замкнёшься, обидишься. А как? Как мне тебя прославить? Невольно он поднимается на этот духовный уровень зрелого человека. Он поднимается и становится выше всех этих ситуаций и смотрит, сверху на себя. И поэтому Иов не смог подняться. Поэтому Бог сверху сошёл, чтобы рассказать сверху, как он это всё видит. Он ему частично рассказал, грубо выражаясь, другими только словами, что же там на небе было. Но так сказал, чтобы Иов до конца не понял. Чтобы он понял, что он на правильном пути, как поочарение это было, но с другой стороны до конца точка ещё не поставлено. История продолжается, и он находится в болезни. И только в третьей части, в третьей книге, опять духовной книге, мы встречаемся с вами с этой победой. И так дальше. Следующий. Третья книга, духовная книга. Здесь опять духовная часть. Хотя там проза, хотя там немного, казалось бы, такая небольшая книга. Но ведь послание Филимона очень маленькое. Но она очень духовная. Очень духовная книга. Мне показывается принцип заступничества за другого. принцип ходатая, великого ходатая. И книга послания Филимона готовит нас к понятию, послания к евреям, где нужно понять именно этого великого перевосвященника, починного Хасадека. Поэтому эта книга духовная. Мы рассматриваем три книги в одной книге. Пожалуйста. Там идет разговор с неба на землю. Действие происходит на земле. Раскрывается тайна страданий и поведение праведника. Какой же там разговор с неба идет на землю? Нет, это не разговор Бога с Иовом. Это разговор Бога с кем? С его друзьями. И это разговор, наверное, друзей с самим Иовом, когда они будут принести ему жертву. Да, действия на земле, они связаны с разговором друзей и принесением жертвы. Ну и, конечно же, с благословениями, которыми потом Бог наделяет Иова и его потомков. Но вот тайна страдания. Какая там тайна страдания? Если до конца выстоишь, получишь благословение. Да? Так или не так? Но это внешне. Мы сейчас посмотрим более глухие. И поведение праведника до конца остается праведником. Ну а теперь давайте посмотрим на духовную, да, духовную часть. То есть, именно посмотрим не просто на общее содержание, как мы только уже рассмотрели, а почему она духовная книга? И так разговор с неба на землю. Почему вот этот разговор является духовным разговором? Почему? Потому что он раскрывает сердца друзей на уровне духа, а не на уровне души учителя просто. Хотя там элемент уже этот есть на уровне духа. Они прекрасно понимают, что теперь им нужно что-то сделать, да, что они разделены с Богом. Своими словами они разделены с Богом. Да, горит гнев мой. Представляешь, что такое гнев мой? Разделение произошло, когда они начали говорить, и шла эта дискуссия, многословия не именовали греха. Грех отразился в словах. Много было неправильных вещей. Много и хороших было, но много неправильного было. И этими вещами они разделились. Теперь нужно что? Восстановление. Как? Жертвой. Который указывал на великую жертву Иисуса Христа. Только здесь и его приносит жертвоприношение за своих друзей. А там Господь, Иисус Христос в будущем должен будет совершить за всех людей и за врагов в том числе. Действие на земле. Какая здесь духовная часть выражается в этих действиях? Ну, в самом жертвоприношении понятно действие духа. потому что Ио прощает своих обидчиков. Он прощает их. И поэтому он приносит это приношение отцу. Но дальше действия какие? Родственники приходят и приносят что-то. Но перед ним происходит исцеление. Исцеление Ио. Это тайна страдания нам раскрывает. Но мы давайте будем сначала на действие на земле. Что же там такое происходит? Вот я сейчас перечитаю вам этот отрывок, а вы попробуйте поразмышлять. Сегодня я хочу, чтобы немножечко больше размышляли. Чтобы вы не только напитывались благодатью, любовью, как это было вчера, но не всегда так будет. поэтому я хочу, чтобы вы смотрели не односторонне на это, а более широким планом. И исходя из этого я прочитаю следующее. Десятого стиха. И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих. И дал Господь Иову двое больше того, что он имел прежде. Тогда пришли к нему все братья его, все сестры его, и все прежние знакомые его, и ели с ним хлеб в доме его, и тужили с ним, и утешали его за все зло, которое Господь навел на него, и дали ему каждый покисите и по золотому кольцу. Что вы увидели здесь? Они так ничего... Люди со стороны ничего не поняли. Не поняли. Они думают, что это Господь сделал. И они тужат. Да надо радоваться. Все закончилось. Фильм приходит к прекрасному окончанию. Надо радоваться. Они пришли и тужат с ним. А где вы раньше были? Почему вы оставили его, и друзья приходили сдалека, сдалека, сдалека приходили? Почему вы раньше не пришли? Почему вы сейчас приходите? к сожалению, вот эти люди, они отделены духовно. И вот когда мы иногда общаемся с нашими друзьями, знакомыми, мы понимаем, что они на другом уровне отношений с Богом и вообще. А вообще бывает даже вообще с Духом ничего не имеют. Они мыслят и разговаривают по-земному. Поэтому есть духовные люди, есть лодские люди. И, к сожалению, они будут, они будут до самого пришествия. Пшеница и плевелы будут вместе. И что, Ио возмущается? Он старается их исправить? Нет, нет, вы не правы, не правы, не правы. Он молчит. Он молчит, потому что в этот момент он знает, что Бог должен будет с ними говорить. Он их не изменит. Как не мог изменить тех людей, которые рядом с ними были, он уже получил урок. Но я думаю, что в этот момент он молился за них. Он молился за них. Я думаю, что опыт, который, ходатайствование было у него сначала за детей, а потом за своих друзей, он потом выражается здесь. И они тужат, а он молится. Они дали ему покисить и по золотому кольцу, а это знаете как, это как взятка о прощении. Только друзья пришли и принесли жертву, для того, чтобы начался диалог, а здесь, чтобы Ио на них не расстраивался, они готовы умастить эти отношения и таким образом помочь вроде бы Ио. Правильно. А родственники, казалось, ближние, да, братья его и сестры его, от плоти одной рожденные, и так они далеки. Вот трагедия разделения, да, когда Господь сказал, что я делю одних от других родственников друг от друга. Вот оно здесь происходит, вот здесь оно происходит, это разделение. И я вам хочу сказать, что вот в этом есть как бы такое духовное пророческое указание, что однажды произойдет это разделение при восхищении церкви, при втором пришествии Иисуса Христа будет это разделение. Одни пойдут в воскресение праведных, а другие в воскресение осуждения. Одни пойдут в жизнь вечную, а другие в муку вечную. К сожалению, разделение. И в этом то и трагедия завершающей части, что казалось бы, ну, вот и они могут присоединиться к небесным братьям, да, сестрам. И здесь на земле могут быть много сыновей и дочерей. И казалось, кто-кто, а родственники, ну, должны же быть рядом. И вот в этом то и заключается духовная часть. Что иногда мы обращаемся к нашим близким и друзьям, нашим родственникам с какой стороны? С позиции того, что они наши родственники. И где-то начинаем им что-то угождать. А мы должны смотреть на свете вечности. Где они будут и где мы будем? Я думаю, что тогда у нас появится больше вот этих заступнических молитв за наших родственников. Вот тогда придет этот момент особого служения за наших близких и родных. И кто же знает их лучше, как не мы? А я им хочу сказать, что легче всего приобрести своих, нежели чужих. Только надо иметь правильный подход и правильное отношение. Но мы не знаем их историю. Но мы знаем, что Бог целенаправленно показывает нам 17 стиха следующего и благословил Бог последние дни более нежели прежние. У него было 14 тысяч мелкого скота, 6 тысяч верблюдов, тысяч пар валов и тысяч рослиц. И было у него семь сыновей и три дочери. И нарек он имя первой Эмима, имя второй Кассия и имя третьей Керингар Пух. И не было на всей земле таких прекрасных женщин, как дочери Иова. И дал им отец их наследство между братьями их. А он здесь уже выше стал традицией. Он общается с Богом. И в этом вот суть евангельского единения, что во Христе Иисусе нет ни мужского, ни женского пола. Все равны. Нечто новое с и Божьим. Единение. И я думаю, что в этом заключается как бы такая тайна. Тайна того, что все равны пред Богом. И всем Бог дает это все откровение стать его детьми. Да, после того Иов жил 140 лет и видел сыновей своих, и сыновей сыновей до четвертого рода. И поведение правильного заключается. Умер. В старости насыщен днями. Последние дни он особо радовался. Теперь каждый для него день это было особой радостью, потому что он прошел такой путь. Тот, кто пережил особое переживание, он поймет цену каждого дня. И он будет смотреть на него не с позиции событий, а с позиции того, что Бог делает в жизни каждый день. И в этом насыщение наше. Не в том, что много событий происходит в течение дня, а в том, что в этих событиях мы видим руку Божию, и как Бог говорит нам, и он насыщает нас. Очень хорошее слово, именно действительно насыщенный, пересыщенный так, что уже заполненный. Он просто не мог дальше жить здесь на земле. Он просто должен был взять и на пути на небо, потому что должен был подняться. Он должен был подняться подобно, как Ено ходил пред Богом. Он должен был подняться, как Илья был взят на небо. Он не мог оставаться на земле. Он стал небесным земным человеком. Поэтому он умер, а точнее заснул, заснул, чтобы пробудиться в самке Можем. Ну, как раз на эти стороны мы можем с вами обращать внимание, когда будем прочитывать духовную книгу, третью книгу, Пожалуйста, теперь вы видите три книги в одной книге, их можно представить, как рамочки такой. С двух сторон. Духовная книга, а внутри книга душа попечителя. Поэтому, когда мы говорим психологическая книга, мы не говорим ее оторванию от духовности. Но мы говорим, что мы начинаем духом, работаем сердцем человека и опять возвращаемся куда? К духу. Это очень важно, потому что некоторые начинают из душевного, это ошибка, поэтому психологию мы не принимаем. Начинают из психологической части, потом может перейдут духовной, а может и не перейдут. но мы начинаем с духовного. Мы знаем принципы духовных вещей. Мы знаем, и поэтому вопросы сердца для нас начинаются с духа. Когда одна девочка попала под власть демонов, и ко мне обратились за тем, чтобы им было освобождение, я не спешу с этим, потому что я знал, что мне всех весом нужно выгонять, и мне всех нужно освобождать демонов. Но я начал работать с мамой этой девочки. Я понял ее проблему и духа, и души. И когда это было все восстановлено, то даже не надо было изгнания. Когда девочку привели ко мне, хотя в тот день молились много групп молитвенных, я увидел, что она идет себе ненормальной. Потом я делал проверки разные, она вела себя великолепно. Потом помолилась, никаких реакций не было, никаких не было проявлений ненормальности. И в конце концов, недавно, когда я встречался с членами этой церкви, они мне рассказали, что история завершилась прекрасно тем, что папа уверовал. Значит, нужно было девочке пройти такой путь, чтобы мама изменилась, начала общаться с папой, и в конце концов, папа стал девочкой. Духовная часть, потом идет душепопечительство, и потом опять духовная часть. Вот наш принцип общения с людьми. Запомните, как служители мы должны на это обращать внимание. И книга Ио нас этому учит. Мы должны понимать, что есть мир небесный и мир земной. И он очень тесно переплетенный. И ключевое слово, которое мы уже с вами знаем, и был день, он показывает, что тогда соединяется небо и земля. Или, по крайней мере, начинается движение неба к земле. И был день, когда пришло спасение роду человеческому. На небе был Божий план утвержден, и потом Иистос его воплотил в определенное время, 14 Несана. Когда мы знаем духовную часть, нам тогда очень легко воспринимать вопросы сердца. Тогда нам очень легче, не говорю, проникать, но как бы с помощью Бога, Духа Святого, как бы на лифте спускаться постепенно, постепенно в глубины мира другого человека. Сначала внешне, потом глубже, 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 глубже. Это определенные моменты, которые Бог нам разрешает. Но этого нам достаточно, потому что тогда мы начинаем читать Библию. И мы начинаем тогда смотреть, а где в Библии такие примеры, где такие действия, такие поведения, где такие отношения, где такое в Библии. И мы хорошо изучая Писание, видим, а вот этот человек очень похож, очень похож. принцип отвержения, это Моисей, это Моисей, да, и вот он почувствовал одиночество, отвержение, когда остался в тростнике, когда он хотел помочь своим друзьям, но они его не приняли, сродники по плоти, и он убежал, то впоследствии это отвержение было видно, это было видно, даже тогда, когда он положил на себя покрывало, боясь, что увидят, как уходит слава его, мы понимаем, кто имел проблему, но как же тогда Бог работал с ним, и как же менялся этот праведник, изучая историю Моисея, мы решаем вопрос отверженности, и мы видим, что книги второзакония уже этот человек, герой веры, он теперь смотрит совсем другой позиции, не так, как книги исход в левит или числах, да, во второзаконии он теперь смотрит с Божьей позиции, он смотрит уже как человек, который избавлен от этого порока, духовная книга, потом душопопечительская книга, работы с сердцем, работа с душой, как мы назовем, почему тихонечка книга назвал, и духовная часть, духовная книга, поэтому когда мы рассматриваем жизнь Моисея, мы рассматриваем сначала с духовной стороны первое видение, потом его сердце обнаружил и видим в этом конце опять изменение в духе, общаясь друг с другом, мы можем использовать эту модель, которую предлагает нам книга Иова, вот почему я говорю, что это очень полезная книга для работы душопопечителя, хотя есть другая настольная книга, как мы говорили, это книга Ионы, там тоже мы можем проследить духовную часть, мы можем найти так называемый душопопечительскую часть и духовную часть, мы можем найти, но там духовная часть, она обозначается только одним знаком, вопросом, в конце, тем риторическим вопросом, в конце, вопросительным знаком, Дух Святой приглашает читателя ответить на духовном уровне. Пожалуйста, характер книги, это тоже очень интересная часть, и нам нужно ее обязательно изучить, хотя, возможно, мы уже многое знаем о характере книги, что мы уже знаем о характере книги, какой характер этой книги, душопопечительский характер, характер, где мы пропитываемся любовью отца, потому что это первая весть любви, записывая, да? Ну, хорошо, давайте мы пойдем дальше. Итак, характер книги, ее уникальность, она имеет свою поэтичность при помощи, помните, мы говорили, параллелизма, это ее уникальность, хотя и другие книги тоже имеют поэтичность и много имеют параллелизма, она универсальная, и мы с вами увидели, она затрагивает многие вопросы, не только вопросы страдания, это одна из сторон вопрос страдания, и она завершенная, она цельно завершенная, в этом ее характерная особенность, в этом ее лицо мы назовем, ее уникальность, в чем заключается, пожалуйста, так уникальность, первая по хронологии, вот ее уникальность, первая по хронологии, написана не на еврите, так говорят специалисты, ну, со своей стороны, я хочу сказать, что это действительно, можно с этим согласиться, дальше, предстает как проза, поэзия проза, пожалуйста, богатство словаря, тут такой набор слов, что просто я в восторге от того количества слов, того набора слов, наверное, может только сравниться книг авторозакония, количеством вот объемных глубоких слов, она открывает духовный мир, как мы с вами рассмотрели, следующее, вот, давайте мы пойдем следующее, дальше, при помощи поэтичности, мы сейчас посмотрим, про поэтичность и при помощи парализмов, давайте, да, я понимаю, что мы как бы проходим быстрее, потому что это не так важно, мы немножечко тоже знаем, зал, дальше, и так, знакомая вам схема, да, общей структуры, помните, да, и мы видим, что тут параллелизм даже проявляется в главных мыслях, был человек, да, умер, и он насыщенный жизнью, мы говорили с вами, что начинается с детей, заканчивается с детьми и внуками, говорилось там о богатстве в начале и в конце тоже богатство, говорилось так же о ходатайстве, то его ходатайство за своих детей, он ходатайствует за своих друзей, и в центре идет разговор на небе, который связан с тремя друзьями, которые реагируют, неправильный разговор с небом, не зная о нем, и получается у его срыв, потому что он не знает о том разговоре на небе, но потом идет разговор на земле, и тут идет покаяние в результате этого разговора на земле, потому что бог соприкасается уже в конце концов с его, и три друга вынуждены понять, что они не только проиграли спор, но они грешники, которым нужно покаяться. Пожалуйста. Вот посмотрите, если мы распределим, сколько места уделяется прозе и сколько места уделяется поэзии, то вы увидите, что оказывается поэтическая часть это часть разговора и покаяния Иова, а там, где идет речь о покаянии его друзей, это уже проза. Слушай, одну минуточку назад, я все-таки хотел бы здесь остановиться, вот на этом желтом квадратике. как вы думаете, почему все же так вот, как бы, вот эта центральная часть, которая по структуре, она как бы не стыкуется с распределением прозы, поэзии и прозы. Как вы думаете, почему? Как вы думаете, ваше мнение? Объясняю еще раз. Смотрите, если взять структуру, хизматическую структуру параллелизмов, то мы увидим, что в центре выделяется разговор на небе, разговор на земле. Видите, да? В рамочке такой. Но когда мы начнем сравнивать, что уделяется прозе и поэзии, и опять прозе, то мы увидим, что в отношении поэзии касается только разговора на земле и покаяния Иова, и больше нет ничего. Почему? Ведь логично было бы с чего начать? Наверное, разговор на небе поэтически и закончить покаянием друзей, да? Ну, логически было бы так, представить можно было. А почему все-таки только эта часть? Да, это кульминация, совершенно верно. Кульминация, да. Вот такая напряженная, долгая кульминация. Неинтересные Шоктоу Шустеров. Неинтересные, но там кульминация. Там кульминация. Постепенно идет к совершению. К какому завершению? Покаянию Ио в том, что он был не на своем уровне, и ему надо остаться подростком, чтобы стать духовно, зрелым, духовным юношей. И покаянию его друзей, которым нужно возвратиться, откуда они не спали, и соединиться опять с Богом через жертвоприношение. Да, да, про сокращение, да. Про сокращение, да, я ошибся. Но оно подходит именно к этому. Но главное, конечно, это покаяние его. Спасибо. Пожалуйста, перерыв. Субтитры создавал DimaTorzok